Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает актуальное интервью. Есенин, Пушкин, Ахматова и другие великие поэты и писатели с недавних пор стали для ноябрян молчаливыми собеседниками. Ведь теперь с отрывками из произведений отечественной литературы можно познакомиться просто стоя на остановке в ожидании транспорта. И возможным это стало благодаря проекту «Литературное наследие», о котором мы сегодня поговорим с его автором, начальником отдела досуга и межкультурных коммуникаций центра «Ровесник» Еленой Гезик. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Реализация проекта «Литературное наследие» стала возможной благодаря поддержке, грантовой поддержке компании «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Когда вы подавали проект на конкурс, откуда у вас вообще возникла вот такая интересная идея? Идея, конечно, возникла не случайно. Работая в молодежном центре и общаясь с ребятами, с подростками, с молодежью, мы задали один единственный вопрос. Как часто вы читаете классические произведения? И получив ответы, мы, конечно, призадумывались. Мы — это группа единомышленников, которые работали над этим проектом. Над этим проектом я работала не одна, а группа специалистов нашего центра. И было очень печально, что ребята не знают авторов, не читают. Конечно, это может быть вызвано тем, что на смену книги пришел телевизор, пришел интернет, и очень много времени подростки, ребята, взрослые, они проводят в социальных сетях, но не за чтением литературы. И поэтому вот пришла такая идея, чтобы на остановках, когда люди отправляются на работу, в школу, то есть стоят на остановках, чтобы они имели возможность помнить тех или иных классиков, познакомиться с тем или иным произведением, то есть как бы анонсировать это произведение. И в дальнейшем, возможно, заинтересовать, и когда люди придут после работы, после учебы домой, возможно, у них возникнет такое желание прочитать, обновить в памяти это произведение, прочитать его. Это основная, конечно, задача нашего проекта — это повысить уровень читаемости у наших горожан, чтобы люди знали, читали, помнили, потому что это классика, это всеми признанное и любимое не только в России, но и во всем мире. Поэтому очень обидно, что молодежь не знает и не хочет знать. То есть получается, что литературное наследие — это один из форм, получается, социальной рекламы, то есть вот эти остановки увидят большое количество людей и задумаются о том, что все-таки нужно уделять время литературе. Конечно, это одна из форм социальной рекламы, потому что благодаря компании, конечно, сами бы в своем центре у нас нет такой возможности профинансировать данный проект. И благодаря компании «Газпром» родные города у нас вот эта возможность появилась, чтобы не только ребята нашего центра имели возможность познакомиться с классической литературой, узнать поближе, принять участие в различных конкурсах, но еще и просто жители нашего города, чтобы они могли посмотреть, лицезреть такие замечательные остановки. Я думаю, что намного приятнее стоять в таких остановках, нежели на остановках, которые списаны, изрисованы. Расскажите, каким образом проходил отбор авторов и произведений, которые вот в итоге разместились на остановочных комплексах? В мае-июне у нас проходил конкурс эскизов, где мы предложили всем горожанам принять участие в этом конкурсе. Горожане очень приятно порадовало, что многие горожане разных возрастов буквально прислали свои эскизы. И вот уже опираясь на те работы, которые были, мы, в принципе, одобрали у тех авторов, которые наиболее популярностью пользуются у наших горожан. Ну, это, конечно же, всеми признанные, все известные нам с детства авторы этой пушки на борту, поэтому вот учитывая, конечно... То есть основываясь на мнении большинства? На мнении большинства горожан, да. Как шла подготовка макетов? Вот изначально мы брали те макеты, которые люди прислали на конкурс, но, конечно, видение наше, видение горожан и видение дизайнеров, оно кардинально отличается. Поэтому что-то мы брали, то, что нам присылали, то многое, ну, наверное, 90% дизайнер, конечно же, согласовывал с дизайнерами программы «Однородные города» и уже делали так, как это было бы смотрибельно и зрелищно для всех. То есть, насколько я знаю, все остановки оформлены в едином стиле. А вот что там размещается? Какие-то данные, может быть, об авторе? Портрет автора, информационная справка небольшая и отрывок из его произведения. А каким образом происходил отбор отрывков из произведения? Это были какие-то широко известные или, допустим, может быть, малоизвестные отрывки? Нет, мы брали в основном открывки, известные всем, чтобы люди, может быть, у тех людей, которые более зрелого возраста прочитали, и какие-то воспоминания возникли, и они захотели перечитать. И школьники, может быть, прочитали и для себя что-то открыли, поэтому, да, в основном известные произведения. Сколько уже оформлено остановок? На данный момент оформлены все остановки. И большое спасибо Эпицентру. Они одну остановку, 26-ю, нам оформили как спонсорскую помощь. То есть бонусная остановка? Бонусная остановка, она находится, она у нас была пилотная, пробная остановка, мы ее самую первую в июле месяце наклеили. Она находится там, где центр «Современник», это Александр Сергеевич Пушкин. Вот она появилась самая первая? Она самая первая, да, это самая первая остановка, мы ее первую опробировали, посмотрели. И вот после того, как она появилась, и очень много было отзывов от горожан, положительных отзывов. И очень приятно, что мы даже, если честно, не ожидали, что вообще люди как бы откликнутся, что такой интерес вызовет у обычной остановки, такой вот интерес у наших горожан. Большое спасибо, приятно. А вообще их планировалось 25? Да, 25. Правильно? А в каких местах они расположены? Вот в городе где можно будет познакомиться с авторами, с произведениями? Ну, конечно же, этот проект социальный, он направлен на молодежь, на детей, на подрастающее поколение. Поэтому это же детские сады, это образовательные учреждения нашего города. И, конечно же, это детский парк и северный рынок. Поэтому там, где наибольшее количество людей, могут ознакомиться с этой информацией и какую-то пользу вынести. А как распределялись макеты и остановки? Зависело ли местоположение от того, что конкретно будет на этом остановочном комплексе? Да, безусловно. Конечно же, район детского парка мы взяли огню борту. Потому что, ну, учитывая, что детский парк, очень много мамочек с маленькими детьми приходят на прогулку. И лишний раз, если они прочитают что-то, какой-то отрывок произведения этого автора, наверное, все мы без исключения выросли. Мы знаем, если лишний раз ребенок с мамой придет домой и прочитает все произведения, все стишки, это будет полезно всем. Ну, возле детского садика также произведения Маршака и детсказки, допустим, если даже и Пушкин, но там отрывок из сказки, то тоже мы старались, чтобы это был или детский сад, или же школа. То есть такие более детские авторы? Да, конечно. С какими трудностями вы столкнулись при реализации, при создании этого проекта? Все-таки дело большое, важное. Ну, конечно, я не могу сказать, что все было так безоблачно. Были определенные трудности технического плана, были трудности в том, что как раз выпало, что проект реализовывался в летний период, многие ушли в отпуска, и это определенные сложности, конечно, были. И согласование остановок, и с дизайнерскими работами. Но сейчас все это разрешилось, поэтому благодарны всем, кто принимал участие, кто нам помогал, поэтому всем большое спасибо. Ну, в итоге зритель видит конечный результат, за которым стоит действительно большая работа. И согласовывалось, я так понимаю, это и с архитектурой города правильно, чтобы все это вписывалось в общую картину ноябрьска. Скажите, как горожане реагируют на такое нововведение? Какие отзывы? Ну, как я вот уже отметила, когда первая остановка появилась, очень много звонков было, люди даже приходили, тоже интересовались. Многие, конечно, говорят, что очень здорово, особенно, конечно, больше положительных отзывов. Это у людей более старшего поколения, потому что они выросли на этих произведениях и больше читали, несмотря на то, что в эпоху, допустим, 80-х, 70-х не было в свободной продаже книг, но люди читали, был какой-то информационный голод. Вот сейчас наоборот, да, есть и книги, есть интернет, где можно скачивать и качать открытый доступ. Но почему-то такого вот интереса к чтению нету. И поэтому вот отзывы и у родителей тоже, что они говорят, что да, здорово, потому что дети стоят на остановках, ну, хотя бы вот он прочитает, даже пускай он этот отрывок почитает, который на остановке, даже что-то останется. Возможно, в будущем он захочет прочитать полностью это произведение. Основная же цель — это способствовать развитию чтения, чтобы каждый человек знал, что читающий гражданин — это модный гражданин, что в последнее время тенденция такая, что это модно читать, модно быть грамотным, образованным. Поэтому, ну вот, может быть, в этом направлении мы все-таки повысим интерес к чтению. Тем более, что это сейчас как никогда актуально в год литературы. А как горожане относятся вот к остановкам в материальном выражении? То есть не портят ли остановки все ли вот в первозданном виде, когда их оформили? Нет, когда вот мы оформляли, ездила, я лично ездила вместе со специалистами эпицентра, когда они расклеивали, наносили эти постеры, конечно же, состояние остановок удручающее. Очень обидно, что, в принципе, они у нас достаточно новые, все эти стеклянные остановочные комплексы, но за этот год просто их перевели в ужасное состояние. Они все исписанные, изрисованные, изгаженные. Поэтому большая просьба ко всем горожанам. Давайте наслаждаться прекрасным, а не портить то, что мы имеем. Потому что это, в принципе, наше наследие, это наша культура, это наш уровень. Мы демонстрируем свой уровень. И я думаю, что наш уровень гораздо выше, чем состояние наших остановок. В рамках проекта запланировано проведение других тематических мероприятий. Расскажите поподробнее, что это за мероприятие. Да, у нас сейчас 20-го числа будут проходить на базе седьмой школы это литературный батл. Тоже большое, достаточно большое произведение, где ученики старших классов сразятся в знании литературы, именно классической литературы. Они будут и читать стихи, и также направления, литературные направления представлять в театрализации. Поэтому все желающие, кто желает посмотреть и, может быть, даже принять участие, мы приглашаем. Это 20-го числа в седьмой школе в 2 часа. И заключающее большое мероприятие – это конкурс чтецов любви с возрастом покорной. Он будет проходить 29 октября на базе интеллект-центра. В нем также могут принять участие все желающие, горожане. Вы можете прийти, оставить заявку к нам, в молодежный центр «Ровесник», и принять участие в этом замечательном конкурсе. И также еще интернет-конкурс – это «Читающий гражданин». В ближайшие дни мы на нашей страничке ВКонтакте разместим все постеры, которые есть на остановке. То есть эти же постеры будут на нашей страничке ВКонтакте изображены. Если вы прочитали это произведение, вы можете зайти к нам на страничку и поставить лайк, и оставить какой-то отзыв. Тем самым мы сможем проанализировать, полезен ли этот проект, сколько человек приняли участие в нашем проекте. Особенно среди подростков и молодежи. Ну да, конечно, очень бы хотелось, чтобы, конечно, большая часть участников – это были бы молодежь, подростки, дети. Но я думаю, что если и более взрослые люди примут участие в этом проекте, это будет только здорово. На какой конечный результат в рамках литературного наследия вы рассчитываете, основываясь на всех мероприятиях? Становки оформлены, мероприятия пройдут. Какова итоговая цель? Ну, знаете, книга – это одно из самых великих созданий человеческой культуры. И поэтому самое главное в культуре любого народа – это чтение классической литературы. И я думаю, что если мы привьем любовь к чтению классической литературы, пусть, допустим, не у всех граждан, но хотя бы 20% граждан начнут читать и познакомиться с какими-то произведениями наших великих классиков, я думаю, что это уже будет большой плюс. Скажите, есть ли у вас идея о том, как можно усовершенствовать этот проект? Что можно еще сделать в подобном стиле? Такая идея есть, допустим, в историческом направлении продолжит, потому что в последнее время дети, наши дети, подражают каким-то комикам, комиксам, там, «Человек-паук», еще там что-то. Но, может быть, от того, что они не знают наших героев. И вот если бы в общественных местах размещались бы какая-то информация о наших героях, то, может быть, они хотели бы подражать именно российским героям, а не быть «Человеком-пауком» или «Бэтменом» или еще кем-то. Это тоже может быть на остановках? Ну, я думаю, что да, может быть, на лавочках, потому что у нас событий исторических, и героев у нас в России много, поэтому лавочек у нас тоже предостаточное количество. Арт-объектов хватит? Да, я думаю, что было бы желание у администрации города, и если родные города одобрят на следующий год наш проект, то я так думаю, что мы, наверное, напишем проект в этом направлении и будем представлять его. Елена Александровна, я благодарю вас за беседу и желаю, чтобы все новые творческие идеи в этом направлении развивались и в конечном итоге были реализованы. Спасибо вам. Спасибо большое. А я напомню, в нашей студии была и отвечала на вопрос начальника отдела досуга и межкультурных коммуникаций центра «Ровесник» Елена Гезик. А у меня на этом все. До свидания.